Новый герой Французской Республики, мигрант, который еще недавно жил в маленькой комнатушке в общежитии для нелегалов, теперь самый желанный гость и в президентской резиденции, и на телеэфирах. Что изменило его жизнь, смотрите далее. Молодой парень в легкой рубашке заметно нервничает, потирает глаза, уши, руки. 22-летний малеец, нелегал, вдруг оказался в Елисейском дворце. С ним лично беседует президент Французской Республики. Под прицелом десятка телекамер. Мамудуга сама рассказывает Эмманелю Макрону, как спас ребенка в Париже. Я не думал дважды. Полез и, слава Богу, Господь мне помог. Чем выше я поднимался, тем большую решимость ощущал. Все случилось очень быстро. А что ребенок? Плакал, он повредил ногу. Вы виделись после этого? Да. Это случилось вечером в прошлую субботу. 18-й округ Парижа. Гасама проходил мимо многоэтажки, когда увидел толпу. Все смотрели вверх. На балконе пятого этажа беспомощно висел маленький ребенок. Следующая минута в жизни Малийца стала судьбоносной. Без колебаний и какой-либо страховки он бросился на помощь. Уникальные кадры облетели весь мир. Мамуду Гасаму назвали спайдерменом. И уже в понедельник его принимал президент. Вручил медаль за мужество, грамоту, дарвал вид на жительство и устроил на работу, спасательную службу. Парню лично звонил президент Мали. Благодарил за защиту чести всей страны. А мэр Парижа за спасение маленькой жизни. Я рада за этого молодого человека. Мне кажется, это был естественный поступок. Он не знал, чем все обернется. Хорошо, что его наградили. Настоящий герой. Ни секунды не медлил. Взял и полез. Представляете себе эту картину? Там еще были такие прутья. Он мог на них напороться. А ребенок держался одной рукой. Страшно было на это смотреть. Спустя несколько дней французские СМИ сообщили подробности инцидента. Малыш попал в беду, когда остался один дома. Родители мальчика живут порознь. И мама временно оставила ребенка с отцом. Тот вышел в магазин. А по дороге назад задержался. Играл в Покемон Гоу. Малыш выпал с седьмого этажа и чудом зацепился за балкон на пятом. Теперь мальчик на попечении соцслужб. Мужчину арестовали. Ему грозит два года тюрьмы. А маму Дуга Сэме гарантировано место в истории. За самый быстрый и самый героический способ легализироваться в Европе. Уникальная природа этого поступка оправдывает исключительность нашего решения. Я неоднократно повторял. Быть французом – это предназначение, которое требует преданности. И он свою преданность доказал. Я рад, потому что впервые в жизни мне так повезло. Все так просто. Я счастлив. Спасибо. Ко всему Гасама стал еще и почетным гражданином Монтрея, восточного пригорода Парижа. Еще неделю назад он спал там на полу, в тесной комнатушке общежития для нелегалов, которую делил с родственниками. Мы чрезвычайно горды. Гасама всем показал, насколько он мужественный. Стал примером для нас. Мы его любим и рады за него. Вот только и любви, и радости до недавнего времени в жизни Гасамы было мало. В любой момент его могли депортировать. Путь молиться в Европу начался еще в 2013-м, когда 17-летний парень покинул родную деревню Ягене. Преодолев пустыню, Средиземное море попал в Италию. Со второго раза. Сначала его лодку развернула береговая охрана. И только в сентябре прошлого года Гасама оказался в Париже, где жил его брат. Перебивался заработками на стройке и даже не подавал прошения об убежище. Мамуду получил все, что ему было нужно. Спасибо, господин президент. Отличная работа. На фоне невероятной истории Мамуду Гасамы пресса вспомнила о другом алице, который тоже получил гражданство за героизм. В январе 2015-го в Париже во время нападения террориста на супермаркет нелегал Лассана Батили прятал заложников в отключенной морозильной камере. Тогда от рук джихадиста погибли 4 человека. Батили спас шестерых. Я тогда ни о чем не думал, просто действовал. Я не спрашивал, кто они, христиане, иудеи или мусульмане. Для меня они были просто посетителями, заложниками в опасности. В прошлом году во Франции подали прошение об убежище более 100 тысяч мигрантов. И только около трети из них получили положительный ответ. История народного героя Мамуду Гасамы не только стала топ-новостью, но и оживила дискуссию. Как раз тот момент, когда в парламенте Франции обсуждают законопроект об ускорении депортации трудовых мигрантов и нелегалов. Ирина Иванова. Подробности недели. Телеканал Интер.